В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Долгая дорога в снежных дюнах. В борьбе с циклоном нужна совместная координация. Попали в реки. На улице Крупска идут дожди внутри дома. Верность призванию. Копилка наград нашего телеканала пополнилась двумя хрустальными журавлями. На весь период снегопада, а он продлится как минимум до конца недели жилищной инспекции нужно напрямую работать с управляющими, чтобы очищали снег во дворах. Пока что жилинспекция работает неудовлетворительно. Об этом на правительстве сегодня заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Кроме того, по его словам, городским властям необходимо наладить тесный контакт с предприятиями и организациями, у которых есть своя снегоуборочная техника. И город сразу станет чище. Январский снегопад – дело привычное. Жалобы на уборку, увы, тоже. В этом году пурга будет затяжной, мести будет почти всю неделю. Это потребует дополнительных профильных усилий от всех коммунальных структур и муниципальных служб. Безопасность людей – цель номер один, заявил губернатор. Если быть объективным абсолютно и сравнивать темпы уборки с прошлым годом, да, сами дороги убирают быстрее и лучше сейчас. Это надо признать. Но, тем не менее, недостаточно быстро и недостаточно хорошо до сих пор. Я говорю и о дорогах сейчас, и, конечно, о тротуарах, особенно о тротуарах. Потому что, если с дорогами, особенно в центре что-то удается сделать, быстро справляется, то дороги на окраинах, в жилых кварталах убираются намного хуже и медленнее. А все потому, что, по словам губернатора, плохо работает жилинспекция. Если с улицами и припаркованными на них авто все более-менее понятно, нужна координация действий с ГИБДД, то, что происходит во дворах, не выдерживает никакой критики. Просьба госжилинспекции, которая тоже неудовлетворительно совершенно, на мой взгляд, в этой ситуации работает, эту работу усилить с управляющими компаниями. У нас кто во дворах должен убираться? Управляющей компанией. У меня вот отговорки, точно так же, как и жители в этом отношении, что нет там людей, ручников, нет техники и так далее, не интересуют абсолютно. Люди взялись за эту работу, они должны эту работу выполнять. Отчет по проведенной работе через неделю, причем одних только цифр, будет недостаточно. Оценивать будут жители Рязани. Через сообщения и комментарии в соцсетях. Максим Васильев, телекомпания «Город». Для коммунальщиков и городских служб январь выдался горячим. На битву со снежным циклоном брошены все возможные силы. Ну или почти все. Глава Рязанской администрации Елена Сорокина провела выездное совещание в дирекции благоустройства. Основной вопрос – максимальный выпуск спецтехники на зимнюю уборку. В конце декабря 2021 года из городского бюджета дополнительно выделили 22 миллиона рублей на покупку шести новых тракторов и одного погрузчика. Новый снегопогрузчик уже с 30 декабря работает на улицах Рязани. Он выходит на уборку по ночам, когда меньше машин. А вот остальная купленная техника на улице пока не выходит. По словам руководителя дирекции благоустройства, машины еще не прошли регистрацию в технадзоре. Это возмутило главу города. Вопрос Елена Сорокина поручила решить, как можно скорее. Ведь именно сейчас необходимо мобилизовать все силы. Вы перешли на 12-часовой режим. Как только мы ввели усиленный режим. Мы с вами вчера ввели, чтобы сегодня все могли проехать. Приехал, загрузился, щеткой стерл, щетку поменял и вновь на линию. И вновь на линию. И так 12 часов. Дирекция благоустройства города действительно работает в усиленном режиме сменами по 12 часов. Постоянно идет процесс загрузки машин пескосоляной смесью, после чего колонны выходят на обработку проезжих частей. Такой режим сохранится до окончания снегопада и ликвидации его последствий. Аптекам, продовольственным магазинам, промышленным предприятиям поручено тщательно убирать прилежащие территории. За муниципальными предприятиями установлена дополнительная нагрузка в участке дорог, объекта социальной сферы, близ локации самих учреждений. Также распределили по нашим предприятиям создать мобильные бригады по ручной уборке. Такие мобильные бригады включают по 11 человек каждая. Однако глава города отметила, что это крайне мало и поручила усилить команды. Пристальное внимание Елена Сорокина призвала уделить расчистке окраин и частному сектору. Люди из некоторых районов и микрорайонов жалуются напрямую главе администрации, потеряв надежду на то, что до них доберется снегоуборочная техника. Это поселки Мирный, Шлаковый, Соколовка, Дягилева. Безусловно, особое внимание по-прежнему подходам к социально важным объектам. Детские сады, школы, больницы. Везде должен быть свободный доступ для рязанцев, в том числе для маломобильных граждан, семей с детьми, людей пожилого возраста. Берите на контроль, ладно? И сразу плохой проезд к детскому саду, к школе. Борис Викторович, принимайте меры, принимайте меры. Мы должны откопаться. Сейчас при таких осадках, вот буквально откопаться. Частный сектор. Там у нас подрядчики работают. Контроль за подрядчиками. Ездить, ездить, ездить без устали. Выстроить еще предстоит работу с управляющими компаниями. Ряд дворов убирается неудовлетворительно. Контрольно-аналитическому управлению поручено инспектировать очистку дворовых территорий. В случае нарушения передавать все материалы в госжилинспекцию для принятия мер. Жители дома номер 14 на улице Крупской вынуждены в январе встречать весну. Со всеми вытекающими. В прямом смысле слова, льет с потолка у них уже не первый месяц. Но в управляющей компании помогать рязанцам не спешат. Почему? Разбиралась наша съемочная группа. Такие манипуляции со шваброй Светлана Литвинцева делает ежедневно. На Крупской 14. Впрочем, так у всех. И в квартирах, и на лестничной клетке. Подтеки на стенах, извлеченные с потолков люстры, вздувшиеся полы и плесень. Растаивший снег с крыши уже проник в десятки квартир. По словам жильцов, крыша плачет уже не первый месяц. Вот и на Новый год праздника не получилось. А все заявления и обращения в управляющую компанию остались без ответа. Полностью у меня течет кровля крыши. Это ужас. Спать невозможно. У меня двое старых родителей. Один из них инвалид. Постель вся сырая. Но невозможно спать, потому что очень сырость. Вот смотрите сами. Вот течет кровля крыши. Вот уже грибок пошел. Дышать невозможно. Я только вот ношу заявление. Ходите, добивайтесь, добивайтесь. Все. И были в управляющей компании. Пока все тишина. И писали на госуслуги. Пока вот все полностью тишина. Мы уже все устали. Притекает вот течь кровля до второго этажа. А еще с 13 декабря Светлана и ее родители живут без света. Говорят, просто боятся подключать электричество. Все сразу начинает напоминать фейерверк. Сверкает и мигает. И вроде бы снег на крыше коммунальщики чистят практически каждый день. Но от этого не лучше. У нас просто колоссальная проблема, которая началась еще весной прошлого года. У нас течет крыша. И течет так, что у меня на третьем этаже бегут просто реки по стене. Лето прошло, когда могли бы проводить ремонт кровли. Ее не провели. Выпал снег. Чуть потеплело. Малейший плюс. Плюс начали опять течь реки по стенам. Мы снова пишем в управляющую компанию. У меня на третьем этаже плесень пошла по потолку, по стенам. У меня двое маленьких детей. Я прошу считать вот это вот наше со Светланой Сергеевной обращение как официальное обращение в прокуратуру по этому вопросу. Специалисты управляющей компании «Развитие Центр» уверяют, что обследование на состоянии крыши проводят регулярно. И время от времени ремонтируют кровлю. А вот история с отключенным электричеством стала для них неожиданностью. Надо искать источник этой ситуации. Это крыша. И мы выполняем весенние и осенние осмотры. И при данных осмотрах у нас нет повода для беспокойства. Но когда начинается зимний период и огромное количество снега, не только на этой крыше, на тысячи крыш, на тысячи квадратных метрах начинается по всему, по всей России проблема с тещью. Сегодня чем холоднее на улице, тем батарея теплее в квартирах. И когда начинает РПТС отапливать данные квартиры, то действительно он подогревает, именно подогрев идет потолка. И когда люди приходят туда убираться, убирать снег, да, то под снегом стоит просто вода. Капитальный ремонт крыши, по словам директора управляющей компании, запланирован только на 34-й год. А до этого момента, дескать, терпите. Ну или запасайтесь влаговпитывающими пеленками, тазиками и свечами. Действительно, осталось ждать каких-то 12 лет. Рязанцы уже решили послушать на этот счет мнение прокуратуры. И готовят заявление. Наверняка надзорное ведомство без внимания бумагу не оставит. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А вот в этой истории с настенным ручьем, как мы думали, точка поставлена была еще весной. На Первомайском проспекте 9 снова течет. Но на этот раз подрядчик свою вину признавать не хочет. На ваших экранах новая порция видео из квартиры пенсионерки Валентина Трифонова. История с ремонтом крыши дома по улице Первомайский проспект 9 уже можно назвать долгоиграющей. Практически весь прошлый год, начиная с весны, мы акцентировали внимание на ее чаяния. И летом вроде бы ситуацию исправили. Все отремонтировали, но сегодня все вернулось на круги своя. Ведь было сказано четко, самое важное – правильное содержание крыши. А это уже работа управляющей компанией. Если сейчас сравним, да, там у нас тоже было же уже определенное обращение. Там, мне кажется, по весне, где-то в начале лета тоже. Мы направили туда подрядчика. Он попал на кровлю, посмотрел, все обследовали. Элементарно были забиты точно так же водоприемные воронки. Листьями, грязью и так далее. И народными предметами. После того, как прочистили все лето, и всю осень, и вот до какого-то момента, пока не стал выпадать снег и не забились водоприемные воронки и желоба, у бабушки не текло. То есть это элементарные средства содержания. Если обеспечить как раз-таки, ну, такой простой пример, вот не прочистив сейчас улицу, машина не проедет. По большому счету, сейчас все кажется простым. Управляющая компания должна направить людей очистить крышу и кровлю от снега. И тогда течь перестанет. Но фактически за этим должна следить жилая инспекция. У нее штрафы вполне серьезные. Почему там бездействуют? Другой вопрос. Впрочем, что уж тут говорить, если работу этого надзорного ведомства сегодня открыто критикует губернатор. Мы будем следить за развитием событий. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В преддверии Дня Российской Печати подведены итоги ежегодного областного творческого конкурса «Хрустальный журавль». Рязанские журналисты, режиссеры, телерадиоведущие и другие представители СМИ получили свои заслуженные награды за проделанную работу в прошлом году. Телекомпания «Город» также отметили на конкурсе. Зал торжественных приемов в правительстве Рязанской области заполнен молодыми и опытными представителями средств массовой информации. Все они в томительном ожидании. На творческий конкурс «Хрустальный журавль-2021» было подано свыше тысячи заявок от журналистов области. Более 50 из них стали лауреатами. Я искренне благодарю всех за участие. За труд, за творчество, за талант. Хочу отметить, что в конкурсной комиссии в последнее время сотрудники определяют самых лучших. Конкуренция очень серьезная, особенно профессиональная номинация. Уровень работы сам по себе очень достойный, как у региональных, так и у районов, СМИ, газет, рекомпаний, радиостанций. Телекомпания «Город» в этот раз получила три награды. Первая из них как раз в профессиональной номинации. Приз за лучшую тематическую программу. Мы поняли, что эта программа нужна не только взрослым, но в принципе многим. И теперь она отмечена на таком высоком уровне. Большое спасибо. «Связь поколений» – новая телевизионная программа, в которой молодежный сленг играючи переводится на взрослый язык. Современные популярные слова и увлечения становятся более понятны старшему поколению. Станислав Кудряшов, автор идеи программы «Связь поколений», рассказал, как появилась идея создания проекта. Вообще на идее программы меня вдохновили мои родители. Мы как-то сидели за столом, обсуждали совершенно обычные вещи для нас с вами. Там лайки, соцсети, какие-то такие вещи. И то, что им непонятно, я объяснял. Я подумал, что возможно, такие же вопросы возникают у людей их же возраста. Я подумал, что стоит сделать такую программу, в которой объяснить это людям. И когда мы стали создавать программу, во-первых, мы сами многое для себя что узнали, когда искали темы. Некоторые вопросы мы задавали своим молодым коллегам, например, чем отличаются «Симпл Димпл» и «Попыт». И многие делали круглые глаза и спрашивали, а что это? Получается, что программе «Связь поколений» удалось привлечь не только взрослую и молодую аудиторию, но и внимание профессионального жюри. Еще одной наградой удостоился соавтор программы «Связь поколений» корреспондент телекомпании «Город» Валерий Седов. Он стал победителем в специальной номинации «Городская среда» и «Муниципальные инициативы». Это уже третий хрустальный журавль, который получил Валерий за свою профессиональную деятельность. На самом деле, вот эта награда, это награда не одного человека, это награда целой команды. Здесь есть и часть оператора, часть монтажера, часть журналиста, часть редактора, который очень жестко порой может переписать какую-то часть текста. Но, тем не менее, все это – это совместная награда группы людей. Валерий говорит, что каждый сюжет, в который журналист вкладывает душу, может стать призовым на этом творческом конкурсе. В этот раз жюри оценили его работы, рассказывающие об инициативных горожанах, которые благоустраивают территории в нашем городе. Еще одной награды конкурса «Хрустальный журавль» удостоилась корреспондент телекомпании «Город» Анна Герцовская. Она получила приз в специальной номинации «Папа, мама, я» за сюжет, открывающий двери в дом ребенка. В нем рассказывается об успешной реабилитации деток, которые находятся в доме ребенка. Еще множество других наград получили различные рязанские и областные СМИ. Ну а главный приз конкурса «Гран-при» в этот раз получил совместный проект издательства «Пресса» и газеты «Комсомольская правда» и их фильм «Дорога домой». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!